Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 6 июля, традиционно начинаем рабочую неделю с осмотрения валютных пар евро-доллар и фунт-доллар, которые постепенно продвигаются вверх в соответствии с ожидаемыми сценариями, причем британский фунт уже достиг первую цель, что позволило повысить цели по достижению в этой паре и скорректировать уровни. В свою очередь японская иена также постепенно слабеет против доллара США, ситуация неоднозначная, но пока логично придерживаться прежнего сценария на рост в этой паре. Итак, евро по ожидаемому сценарию не пошел, предполагаемый рост не состоялся, поскольку пара застряла в диапазоне между 1.1195 и 1.1283, где и торгуется в настоящий момент. Очевидно, данная консолидация является паузой в назревающей тенденции, которая окончательно определится уже в самое ближайшее время. Текущий расклад пока не отменяет прежнего сценария на рост, во всяком случае до тех пор, пока обозначенные уровни не нарушены. Попытка преодолеть разворотный уровень на 1.1195 оказался неудачным, несмотря на двойную попытку его преодоления. Сейчас цена пытается закрепиться немного выше верхнего уровня диапазона. В случае успеха можно ожидать развития восходящего движения в рамках основного сценария. Что касается актуального графика, тут нельзя исключать ретеста уровня поддержки на 1.11230. В этом случае его удержание и последующий отбой подтвердит намерение цены на рост с целями в районе 1.1368 и потенциальным достижением отметки 1.1401. Отмена сценария состоится при пробое и закреплении ниже разворотного уровня на 1.1195. Ну а британский фунт продвинулся вперед по ожидаемому сценарию и на сегодняшний день уже достиг первую обозначенную цель на уровне 1.2508. С момента прошлого обзора пара снижалась. Это снижение прошло немного дальше ожидаемого. Практически ушла под разворотный уровень и даже попыталась закрепиться ниже. Однако покупатели вытолкнули котировки вверх, что в целом реализацию прогноза не отменяет. С учетом этого контекста основной сценарий на рост сохраняет свою силу. Полагаю, мы находимся в начале новой фазы роста. Это позволяет скорректировать и сдвинуть уровни, повысив целевые точки. На актуальном графике сейчас цена находится прямо под уровнем 1.2508, который выступает сопротивлением. Это может привести к локальной коррекции в район поддержки на 1.2405. Удержание и последующий отбой от этого уровня нацелит пару на новые локальные максимумы с первой целью в районе 1.2581 и потенциальным проходом до 1.2639. Отмена данного сценария состоится при пробое поддержки и уходе ниже разворотного уровня на 1.2339. Ну и наконец, японская иена продолжает умеренно слабеть против доллара США. Пара продвигается вверх в рамках предполагаемого сценария и уже достигла первую обозначенную цель на уровне 1.1781, после чего ушла в коррекцию. На графике видно, как цена уткнулась в уровень 1.1733 и по всей видимости закрепляется выше него. Это дает основания отметить его как сильную поддержку, которая и дальше будет способствовать сдерживанию пары от попыток снижения. В целом же сценарий на дальнейший рост пока остается в силе. Судя по актуальному графику, здесь можно ожидать ретеста и попытку прохода уровня поддержки на 1.1733. Если уровень удержится и состоится отбой, цена нацелится к новым локальным максимумам с первой целью в районе 1.1845 и потенциальным проходом до 1.109.06. Отмена сценария состоится при снижении и закреплении ниже текущего разворотного уровня, расположенного на 1.106.96. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok